Всем изи привет! Вы на канале Алиса Изи Пэтс. Я вам обещала, что мы будем делать уборку хомячат, как только у них откроются глазки. Ну, глазки у них открылись, но поскольку сейчас день, им очень сложно с этим всем взаимодействовать, поэтому они ходят еще с прищуренными глазами. Но уже наконец-то наступил тот день, когда хомячат можно брать в руки. Ну и Алиса, конечно же, на это бурно отреагировала, но об этом вы увидите сегодня на канале Изи Роза в нашем новом влоге. Так что не забудьте после просмотра этого видео зайти туда и посмотреть. И что мы будем делать? Конечно же, убирать. Я так ждала этой уборки, потому что хомячок, мой любимый, вот этот вот булочка, не хочет совершенно ходить в туалет. Не, ну хомяк не пахнет, он чистый. А то меня тут спрашивают, воняют ли хомяки. Не воняют сами хомяки, и купать их нельзя. Как правильно купать хомяка, посмотрите, есть видео на канале. Те, кто давно смотрит наши видео, те знают, как правильно купать хомяка. В воде нельзя. И, как вы заметили, сейчас я взяла булку, пересадила ее отдельно. Так правильно убирать у хомячихи с хомячатами. Ее сажаем отдельно, ей насыпаем корм, даем кусок сочки, чтобы она на что-нибудь отвлеклась. Она сейчас будет здесь еду собирать всякую разную, а хомячат нужно сажать тоже отдельно. Потому что, если я их оставлю вместе, в одном каком-нибудь контейнере или переноске, то она их без конца будет за шкирку тягать в какой-нибудь угол, они будут разбегаться. И так она перестрессует еще больше. Посмотрите, какие они толстопузые, толстопопые, и как они уже активно едят взрослый корм. Сейчас я их по одному буду брать, пересаживать в приготовленное уже место. Там у меня есть еда, корм насыпан. Но он, конечно, более вкусный, чем тот, который у них здесь лежит. Потому что отсюда они уже вылили все цветочки. Здесь остались только крупные зерна. И они сейчас вышли завтракать. Посмотрите, сколько у нас самых разнообразных окрасов. Давайте, наверное, начнем с самого популярного среди заводчиков, которые очень любят этот окрас. Это вот шоколадка. Это Барни. Барни, наверное, будет продолжать есть. И это Барни у нас... Вот, мне сложно сказать, он мне сейчас облизывает. Вот такой вот у нас Барнюша шоколадный получился. И похоже, что это мальчик. Так, видите, вон глазик такой прищуренный. Так, ладно, я тебя пересаживаю, пока ты ничего не понял. Вот сюда, здесь еще больше еды можно наковырять. Давайте еще одного шоколадного возьмем. Посмотрим, кто это. Здесь пузо огромадное. Так, это тот же самый пол. Похоже, у нас два шоколадных Барни получилось. Вот такой он пушистый, толстый. Давай, иди к своему братику. Вот сюда. Так, этот хомячок просится наверх. Этот у нас такой осветленный, золотистый. Он даже не золотистый, это окрас, по-моему, агуте называется. Ой, 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 ой. Я его пересаживаю вот сюда, к его родственничкам. Мне вот эти очень нравятся, они очень красивого рыжего цвета получатся. И у нас таких хомячонка, по-моему, два. Но все равно вот этот вот, он немножко потемнее. Смотрите. Мне бы так хотелось, чтобы он глазки открыл, но не открывает. И похоже, у нас очень много пацанов. Ой, как упирается. Какой славный хомячонок. Пузатенький такой. Давай ты тоже. Вот сюда они пошли, нашли тыкву грызут. Есть два окраса, чуть-чуть потемнее. Вот такой красивый. Опля. Вот эта девчуля. Толстенькая, увесистая. Хорошенькая. Давай вот сюда пересаживайся. И еще один. Ну, прям пузо у них огромнейшее. Огромнейшее пузо. Упирается всеми четырьмя лапами. Прям лежит у меня. Смотрите, какой славный ребенок получился. Замечательный. Думаю, что это мама пришла. Вон, пузо полное. Хорошо питаются у нас хомячки. Присаживайся тоже сюда. И есть более темные. Так. Это копченые вроде бы их называют. Девчуля. Классная девчуля. Прям прелесть. Она такая тоже с характером. Дрыгает мне лапками. Отталкивает меня. Ничего не понимает. Я тоже сажаю вот сюда. Я так поняла, что тыкву больше нравится. Анюну же сели тыкву куски брать. И есть. И вот такой же хомячонок. Такой же окрас у меня. Еще один есть. Здесь будут красивые подведенные глазки. Видите? Со стрелочками. Как будто карандашом обрисовали. Очень красивый хомяк будет. Мне такие очень нравятся. И давай, давай, давай. Вместе в компанию. Вот сюда. И осталось два черных. В прошлом помете у нас были черные хомяки. Какой шикарный получился галстук. Просто красивейший. Прям такой джентльменский набор. Перчатки и огромнейший галстук. Очень красивый хомяк будет. И ест он очень хорошо питается. Пересаживайся. И еще один черный. Здесь тоже сидит. Что-то жует. Что ж ты тут жуешь? Ой-ой-ой. Какашки свои ест. Ну, такое тоже у хомяков встречается. Это они таким образом у себя бактерии взращивают. Едят мамины какашки и свои. Чтобы организм наполнялся полезными бактериями. Вот такая большая толпа у меня будет сейчас сидеть, кушать. Еда им вся понравилась. Особенно тыква. Прям вообще они в восторге от нее. Сидят, грызут. А я в это время буду убирать в контейнере. Мне просто нужно собрать все грязные опилки. Вот эту еду я помою миску. Ну, еду я им верну. Потому что здесь очень хорошие зерна остались. Гречки много. Они чуть подрастут и все это доедят. Вот здесь этот угол тоже грязный. Водичку, как обычно, поменять. Короче, буду делать здесь уборку. Немножко опилок вот таких вот. Из гнезда оставлю, чтобы наметить то место, где они могли бы потом сидеть. Вот сюда сложу. Они, скорее всего, побегут в то место прятаться под эти салфетки. Подпишись, даже если у тебя лапки. Пока я мыла контейнер, хомячата все сбились в огромнейшую кучу. И лежат как раз на тех старых салфетках, которые остались от гнезда. И кто-то все равно продолжает жевать тыковку, которую притянул из мисочки. Большой и дружной компанией, конечно, не так страшно. А я буду, как и мечтала, насыпать много опилок, чтобы они могли рыться. Почему не насыпаю много сразу, когда рождаются? Потому что уже говорила несколько раз. Была у меня ситуация, когда хомячат частично потеряла хомячиха. Из-за того, что было много опилок. И они, к сожалению, не выжили. Я из-за этого факта очень сильно переживала. Поэтому много опилок не насыпаю сразу, чтобы хомячата не терялись. Когда их слишком много, штук 15, даже 12, даже 10 выкормить, честно, хомячихе сложно. Я не сыплю много опилок. И еще. Я не ставлю колесо, домик. По той самой причине, что хомячиха может вообще забыть хомячат, бросить их напрочь и уйти бегать в колесе. Такие случаи многих у вас бывали. Я знаю, я слышала. Очень много лет назад я узнала о том, что все лишние предметы из гнезда нужно убирать. Я имею в виду из жилья хомячиного. И оставлять там только место, где намечено гнездо. Оставлять кормушку. И по возможности, если есть, оставлять туалет. Но даже туалет иногда убирают. Я убираю, например, песок, чтобы песок не налипал на хомячиху, пока еще она их кормит. Позже песочек можно подсыпать для того, чтобы хомячат приучить к туалету. Место приготовлено. Будет где порыться. Что мы делаем теперь? Возвращаем на место то, что и было. То есть мы вешаем водичку, поилочку. И вот здесь стоял туалет. Я не стала его мыть специально. Потому что все-таки хочу, чтобы она туда ходила в туалет. Если хомячиха будет сюда ходить в туалет, то впоследствии она приучит к этому и хомячат. И мне намного проще будет к тому, чтобы в новом доме у своих новых хозяев хомячата были приучены сразу к угловому туалету. Поставлю вот этот вот корм, вот эту миску. Ну, миску. Это пепельница. Мы купили в магазине новую пару штук разных. Я не знала, какая из них лучше. Поэтому купили мы вот такие пепельницы. Использовали их первоначально для того, чтобы хомяки из них ели. Это очень удобно. Потому что у них тяжелое дно. И такого диаметра большого миса, к сожалению, в магазине нет. Миски, если есть, то меньшего диаметра. Сюда досыпаю корм, который они не доели. И еще поставлю сюда же вот такое небольшое количество тыквы. Это для хомячат. Сначала я пересажу, конечно же, их. Так, первоначально я переложила вот такие вот остатки салфеток из старого гнезда. Видите, хомячата по запаху как раз на них приходят. И там устраивают себе гнездышко, потому что это пахнет мамой. А теперь пересаживаю хомячат. Начнем с черненького. Он там что-то роет. У него полные щеки. И жует. Смотрите, как вкусно жует хомяк. Вот сюда. Садись. Дальше. Ну, давай. Вот этот рыженький. Толстенький такой. Боже, какие они толстые. И знаете, еще один момент, который я заметила путем своих недолгих наблюдений за хомячатами голландскими. Они у нас, я считаю, сравнительно недавно. Это то, что они в развитии намного медленнее развиваются, чем стандартные сирийские хомяки. Очевидно, это из-за выложенного гена. Вот этого, который укрупняет хомяка. Шоколадка наша вкусная. Шоколадка, кстати, тоже обратите внимание, с белым воротником. А ты зачем ешь опилку? В этой жизни столько всего вкусного. Вот здесь, смотри, здесь корм. Опилку есть не надо. Хотя они все могут пробовать. Еще один поехал. И у них, видите, у них глаза открываются позже. Может быть, это еще связано с тем, что хомячат родилось очень много. Так, я смотрю, что им опилки понравились. Это очень странно. Опилки те же самые. Осиновые. Очень странно. Так, понравились им опилки. Ну, возможно, у них тоже зубы чешутся. И вот этот красивый хомяк. Хомяк с макияжем. Смотрите, какая морда красивучая. Прелесть. И главное, спокойная, преспокойная. Выходи. И последний остался. Понял, что он один. Хомяками не пахнет. Вы такой славный дружочек. Черненький, с белыми лапками. На пузике пятнышко белое. Хомячата у меня здесь сложены. Пока еще хомячиху тоже не выпускаю. Здесь места, конечно, больше. Они будут искать, куда им примаститься. И добавляю салфеток. Хомячиха потом гнездо этими салфетками накроет. Нет, им все же нравятся свежие опилки. Вы понимаете. Ходят, собирают свежие опилки. А возможно, это еще инстинкт. Такой интересный. Что хомяки, вон, смотрите, берет опилку, носят, очень рано начинают помогать маме строить гнездо из опилок. Набирают себе в рот, за щеки набивают и носят, помогают. Что все это время делала моя славная булочка? Булочка втоптала все, что только можно было. Все самое лучшее, все самое вкусное. Собрала себе и детям. Щеки полные. Ай! Ну что ты, булка? Булка, мы же домой поедем. Нет, булка сопротивляется, вы понимаете? Так, смотрите, как у меня интересно получится. Булка, вылезай вот так. Вылезай. Она стала кусаться. Невероятно. Но даже самый милый хомячок, самый спокойный и самый мирный в процессе подрастания детей становится озверевшим животным. И первым делом, то, о чем я и говорила раньше, она принялась за салфетки. Набивать щеки и куда-нибудь отнести. Нужно где-нибудь срочно построить гнездо. Где же его построить? Но обратила внимание еще на булку, что у нее период ношения детей, когда они начали разбегаться, был очень короткий. Очевидно, это связано с тем, что их слишком много, и десятерых сносить в одну кучу достаточно сложно. Поэтому она детям разрешает все. Она очень заботливая, еду всегда приносит, еды всегда им много складывает. Это ее любимый угол, где она хранит свои запасы. Она детям разрешает гулять очень рано. То есть они научились ходить и на пару штук там потаскала, потаскала, поняла, смотрите, какие глаза классные. Поняла, что это совершенно бесполезное занятие, слишком много, очень утомляет, и она их отпускает. Говорит, пусть бегают, что хотят, то и делают. Так вам хотелось показать. Вот смотрите, сейчас вот один глаза открыл и ходит с открытыми глазами. Так лучше видно, потому что попал в неизвестную ему обстановку. Я сейчас не буду хомячков отвлекать. Я их оставлю в покое, чтобы булка могла спокойно построить гнездо. Они тоже спокойно освоились. Ну, а о том, какой был следующий день у хомячат, вы увидите в новом видео на канале, потому что видео выходят каждый день. А сейчас всех жду в чате премьеры канала Изи Роза. Там буду передавать вам всем приветы. И там будут муравьи, хомячата. Первая реакция лисы на открывшиеся глазки у хомячат. Обязательно крыски, свинки. Ну, короче, там сегодня видео будет большое количество животных, потому что мы просто снимали свой выходной день. Поэтому всех вас жду на канале Изи Роза. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok